и да приветствую друзья и гости канала всем огромный привет многие из вас многие из вас спрашивают у меня про заречный район тоже заречный район он реально крутой район здесь есть тротуары здесь и школы детские сады и институты там всякие техникум и так далее все есть и самая большая проблема заречного района заключается в том что там нет жилых комплексов которые были менее новые современные в основном это старый 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 фонд лично мне заречный нравится но единственный жилой комплекс где можно что-либо купить чтобы был более менее современный это тот комплекс где мы сейчас с вами находимся соответственно посмотрим с вами квартиру 100 квадратных метров при том данная квартира продается очень дешево по цене ниже рынка я говорю как есть и по-настоящему можно сказать что это коллекционная недвижимость та недвижимость которая мягко говоря ну обычно не продается ну давайте попробуем все это посмотреть итак мы с вами входим здесь у нас такая входная группа и знаете что вот именно здесь хорошего именно то что вот здесь можно спокойно развернуться обычно у нас закат стена идет и обычно так есть шкаф и не пройдешь не проедешь здесь же в этом отношении все довольно таки хорошо и культурно квартира 100 квадратных метров давайте попробуем посмотреть что же мы здесь по факту имеем если например будем мы смотреть вот это место здесь раньше был второй санузел но реально второй санузел был но решили сделать гардеробную потому что ну нет смысла во втором санузле я здесь полностью согласен потому что вот например один основной санузел он здесь у нас имеется конечно же надо ремонт немножко подделать тут даже разговоров не может быть но понимаете в таких домах да которые там уже 10-15 лет на рынке вот этот жилые комплексы здесь конечно же ремонт то есть хорошие но факт остается фактом как бы ремонт и все равно как бы могут быть морально устаревшими соответственно здесь у нас во дворе тут детский садик здесь хорошие подъездные пути торгово-развлекательный центр моремол прям совсем недалеко вы сами это все видите ровненькая поверхность очень много зелени ну и вот это получается у нас жилой комплекс который называется симфония прям не морская симфония простая симфония с трехметровыми потолками это прям украшение данного заречного района заречный район по-настоящему крутой и вот например вот если взять такую квартиру то много чего есть можно сделать соответственно здесь есть отдельная кухня вот как все многие любят именно отдельная кухня такая какая должна быть чтобы если готовили чтобы не воняло на всю ивановскую ну и соответственно здесь у нас тоже есть французский балкон и вот здесь мы с вами видим горы там да вот улица виноградная и знаете вот тот самый случай когда находишься в центре но при этом здесь тишина и спокойствие прям реально тишина тишина еще раз тишина вот здесь мы с вами попадаем в ту самую не знаю спальню прям большую спальню попадаем и при желании вот прям реально как бы вот здесь можно было сделать детскую отделить потому что и так место в принципе довольно таки много ну серьезного вместо прямо действительно много либо например с этой стороны может было отделить кстати здесь раньше так и было распланировано но люди выбрали себе вариант что было прям огромнейшая кухня гостиная кухня столовая прям реально что было огромное что было огонь ну и кстати здесь даже место нашлось у нас и для детской либо балкон соответственно вот нас тот самый диванчик есть здесь же у нас рабочая зона и в принципе все хватает ну сами видите да ну опять же да те люди которые будут покупать себе например это например квартиру они само собой разумеешься будут под себя делать тот самый ремонт благо квартира угловая окон здесь предостаточно можно хоть здесь сделать зонированную какую-нибудь комнату до большую хоть с этой стороны может сделать комнату большую целом здесь вариантов очень даже много если например мы берем с вами вид из окна это у нас шестой этаж в окружении зелени зелень может белочек увидеть притом это и будет не глюки а нормальные простые обычные белочки в общем квартира 100 квадратных метров на секундочку да если кто спросит какая же цена у данной квартиры знаете многие из вас вот умудряется покупать по 450 тысяч рублей за квадратный метр покупать черновые варианты например на северном склоне бытхи по 450 по 480 по 500 тысяч рублей умудряется по 430 тысяч брать за квадратный метр в кудепсти да вот эти черновые варианты но 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 вот здесь цена более чем приятная вот с ремонтом с техникой и с мебелью вот вы вот здесь можете себе приобрести эту квартиру всего лишь по триста восемьде тысяч рублей за квадратный метр и это на секундочку заречный район здесь очень крутое обалденное место во всяком случае знаете я сейчас я приехал и у меня прям загорелась я обязательно эту квартиру покажу своей жене потому что ну не знают это локация например если вдруг у нас появятся детишки либо еще что-нибудь конечно лучше здесь конечно же есть возможность парковать свои автомобили здесь есть конечно же и паркинг которых у нас отдельно гаражи но особо не продается и вот если например в этом доме заходите купить квартиру у вас вряд ли получится здесь только есть одно предложение это квартира 60 квадратных метров и на секундочку за нее почему-то хотят 50 миллионов здесь же еще раз повторюсь 300 8 тысяч рублей за квадратный метр и мы имеем сами и ремонт и технику и мебель ну круто я считаю что очень круто в любом случае ремонт можно сделать уже под себя дом хороший законный квартирник и это наверное самый новый дом данном микрорайоне не считая этот рядышком есть конечно еще такой-то самострой про него мы с вами говорить не будем а все остальное это конечно же старый фонд само собой здесь рядышком можно там весь всевозможные скверы и школы и детские сады и вот торговый центр моремол и все 33 удовольствия я сейчас выдачу снаружи вам дом покажу чтобы понимали что дом действительно хороший достойный ну давайте сделаем небольшую паузу также подсниму для вас коридорчики чтобы понимали что дом действительно на хорошем уровне ну и 100 квадратных метров это то наверное что является идеалом для квартиры ну смотрите давайте продолжим вот здесь всего лишь раз два три четыре всего лишь четыре квартиры на этаже в доме всего лишь 11 этажей и при этом при этом у нас два лифта да посмотрите да все вроде сделано хорошо прекрасно и замечательно вот как раз вот те люди которые не хотят себе то самое общежитие для вас конечно что будет отличный вариант ну смотрите всего лишь четыре квартиры на этаже плюс у нас есть злющий консерж который просто так не даст никому пройти даже я сюда пришел с боем но и само собой давайте посмотрим вот детский садик да можно найти ребенка отсюда взяли выкинули просто и все или например по не за этом по веревочной лестнице спустили очень много вокруг зелени и действительно если мы возьмем с вами именно заречный район то этот самый комфортный район именно для прогулок именно пешком целая куча скверов с таких всяких сад садов там школ в общем все здесь имеется ну вот смотрите есть свободный придомой паркинг и здесь проблем нет потому что мы с вами посмотрели что здесь всего лишь четыре квартиры на этаже дома снаружи выглядит красиво дом снаружи выглядит современно само собой у нас можно здесь приобрести если вы сможете поймать гараж здесь вот такие то есть индивидуальные гаражи тоже в продаже ну и соответственно придавая территория даже сегодня чем приехали здесь нет такого эффекта общежития как например в министерских озерах сочи парке в кислороде флора летний так далее такого нет понимаете здесь действительно большие квартиры хорошая этого красиво уникальное место да есть та же самая детская площадочка ну и вот посмотрите как выглядит дом это действительно единственный дом в заречном районе которые соответствуют стандартам современного но квартирного дома и самое главное плюс в отличие например от других да если например взять первомайку первомайке в 100 квадратных метров будет всего лишь два окна здесь же мы в этой квартире были здесь как минимум как минимум у нас 6 окон понимаете здесь конечно же вариант для того чтобы можно сделать квартиру под себя гораздо больше соответственно это ровненькая поверхность тут даже их спорить никто не будет ну и все в принципе хорошо комфортно никто там на бордюрах не паркуется в этом отношении все очень даже хорошо ну и да дальше есть старый фонд на этом с вами прощаюсь всем добра и пока давайте покажу вот у меня прям одни человек прям загорелся блинга покажи меня покажи меня покажи нет я согласен смотрите я дать еще раз покажу вот на заезд соответственно даже вот мы зашли парковки свободно имеется конечно есть люди которые паркуются как боги скорее всего него может быть вторую машину чтобы он припарковал ну потому что так и не знаю как но в целом посмотрите да все припаркованы так как должны припаркованы теперь теперь мы посмотрим по конкуренции смотрите сам ближайший конкурент это у нас вот через речку жилой комплекс который называется пионер но там извините вы возьмете квартиру 67 квадратных метров и цена даже будет выше на 2 миллиона чем здесь еще раз повторюсь данный дом может быть снаружи уже не так красиво выглядит как морская симфония так далее но в целом ничего раздражающего здесь нет помимо всего здесь есть какая-то детская зона такая да где можно там беседочки посидеть и вот например если вдруг у вас там там маленькие детишки там или еще что-нибудь то конечно для вас это шикарный вариант ну реально шикарнейший вариант почему квартиру продают да ответ очень прост потому что потому что есть еще одна квартира еще одна квартира и хотят уже там пересесть переселиться уже вдвом знаете многие когда он приходит например я еще не созрел для своего дома но многие созревают соответственно твоя своя огромная такая тпушка в этом же доме находится у нас горгаз чтобы могли сориентироваться очень много зелени но и в целом не знаю мне вот все понравилось место действительно огонь я лично его рассмотрел за эти деньги вы даже квартиру не сможете купить в 76 квадратных метров в жилом комплексе остров мечты если вы поставите цель здесь квартира реально стоит дешевле со всеми с вами прощаюсь теперь всем добра и пока ну что ребят как раз мы сегодня первый раз в жизни попробовали платную парковку на которую я остановился почему потому что сейчас мы с вами отсняли классную квартиру 100 квадратных метров по цене на 30 процентов дешевле чем вы покупаете черновые варианты примеру в ебенях и так что же такое у нас за речный район до продолжение вот кто и видеосъемки может как раз того жилого комплекса с вами двинулись двигаемся по левой стороне у нас находится река сочи соответственно по левой стороне есть та самая набережная и где хорошо и комфортно к примеру можно спокойно дойти например вплоть до центра не за этом сочи именно хотя знаете это бред когда когда центр сочи вы переходите через речку здесь мостики ситы есть и вы находитесь в самом центре давайте попробуем во всем этом сориентироваться заречный район почему называется заречный потому что находится за рекой но по сути это и есть тот самый центр здесь хорошие классные отели есть отель звездный и много эпизодов в том числе фильме бриллиантовая рука были тоже сняты вот в этой локации и вот чем хорош заречный район что данный микрорайон он максимально у нас зеленый зеленый да серьезно грузиль не очень здесь очень много и вот здесь вот например если мы направо пойдем то соответственно вот самый центр да тот самый центральный рынок но центре не придумаешь вот на у нас та самая набережная набережная реки сочи есть левой стороны и с правой стороны но именно именно набережная со стороны заречного района она гораздо комфортнее она гораздо интереснее это вот факт вот вы сейчас видите мост тот самый мост по которому вы можете пройти например вот он у нас светофор вы берете просто переходите через мост и вот вы в самом центре там у нас уже улица конституции улица юных ленинцев хотя и для меня и это этот центр ребят этот центр свое время когда я искал квартиру своим родителям я здесь пересмотрел очень много квартир здесь в основном был старый фон где специфический запах в подъезде где все ушлепочно все кончено ну короче так как мы не любим с вами вот реально вот как мы не любим все это было соответственно здесь очень много вот именно старого фонда но как бы если вы посмотрите здесь реально очень много вот зелени здесь действительно комфортно безопасно гулять что с левой стороны у нас есть тротуар что с правой стороны есть тротуар это для сочи большая большая редкость и при том здесь тротуары такие хорошие полноценные полноценные которым может прикольно передвигаться так далее вот сочи горгаз вот как раз находится в том самом доме который называется симфония симфония это единственный наверное дом в данной локации который более-менее новый более-менее современный соответственно если мы двигаемся вот в эту сторону мы сразу можем попасть с вами на дорогу который называется дублер курортного проспекта здесь легко выехать соответственно с левой стороны у нас имеется тот самый так скажем цветной бульвар где можно прогуляться и вот чуть дальше у нас уже торгово для концентра моремол локация огонь еще да и при этом знаете вот я сейчас снимал квартиру в квартире тишина и спокойствие само собой здесь есть также водители которые могут парковаться как угодно хотя здесь целая куча парковок я сейчас на себя попробовал паркинг пока я час снимал квартиру пока этом разговаривал по телефону соответственно вот заплатил за парковку 100 рублей но не критично согласитесь да зато никому там там не за этом никому там какой-то дисбаланс не делал ничего теперь что касается вот мы с вами двигаемся посмотрите с правой стороны и с левой стороны у нас имеется те самые тротуары есть магазинчики есть детские сады есть какой-то такой-то у нас сквер в общем здесь все что нужно здесь все у нас имеется есть конечно же минусы это старый фонд соответственно здесь много тех самых закладчиков здесь много этих конченных наркоманов и так далее но я думаю что скоро все поменяется потому что я когда читаю новостной блок каждый день мы с вами видим да как бы вы видите я тоже считаю что у нас каждый день но что-то меняется в лучшую сторону у нас те же самых этих барыг их берут и арестовывать так далее вот здесь у нас как раз находится тот самый сфер само собой здесь нас хватает автохамов туда же разговоров не может быть потому что сам по себе микрорайон к старой здесь и есть люди которым квартиры например достались просто да например при советской власти когда раздавались там квартиры кто-то работал на хлеб комбинате кто-то работал на мясо комбинате и соответственно вот эти квартиры здесь раздавались потом соответственно эти квартиры приватизировались понимаете но в целом здесь как бы в этот скамеечки аллейки все зелененькое все хорошенькое все прекрасно здесь можно находиться и действительно здесь круто здесь опять же открыли современный парк для тех же самых ребятишек где можно покататься на скейте на этих всяких маленьких самокатах и так далее да вот здесь припарковаться из категории наверное чего-то невозможного по одной простой причине потому что здесь не додумались не сделали платную парковку я считаю что здесь администрация должна сделать также разметку сделать должны платную парковку и тогда здесь наведут порядок потому что сейчас я вам покажу одну вещь вы скажете о чудо но как так то столько свободных парковочных мест и но водители вон стоят там перед ну этого если у вас тойота вы можете так стоять как бы вот он перед пешеходным переходом так далее и почему-то здесь никак не эвакуируют и видно что машины стоят далеко там не 10 минут не 15 они здесь стоят наверное вечно понимаете ну реально вечно стоят ну и конечно же давайте мы с вами пройдемся еще раз посмотрите в этом месте все хорошо все прекрасно все замечательно но вокруг старый фонд вот вы видите везде да старый фонд но опять же микрорайон был построен так как он должен построен здесь есть тротуары здесь есть пешеходные переходы здесь есть детские сады здесь есть училище здесь есть техникума здесь есть больница та самая которая находится недалеко здесь есть больница платная та самая армет здесь в принципе есть все что нужно и самое главное вот пешочком раз пошли в торговый центр моремол пиво рыба и авоська магазин авоська где трахают мозг не мозг а и так давайте мы с вами вот смотрите вы сами себя выехали о боже посмотрите с парковкой проблем нет парковка есть но почему-то никто сюда у нас не ставит машин до посмотрите парковки то есть сказать что здесь парковок нет это вранье спокойно может припарковаться если вы собственник квартир вы ночью машину можете спокойно ставить бесплатно вот и вот этот дом от которого мы сейчас вами начинаем наш проезд находится напротив жилого комплекса пионер и вот по мне например если выбираем между центром между левой стороной да например себе предложили квартиру например в пионере за эти же деньги предложили бы парь горького или вот в этом районе я бы выбрал бы этот район потому что здесь больше зелени здесь больше вероятность прогуляться и здесь ты себя чувствуешь действительно в хорошем классном таком микрорайоне где все есть и ресторанчики есть и магазинчики есть пятерочка магнит и прогуляться ты поможешь с коляской можешь прогуляться без коляски также есть ли вдруг там кто-то меня смотрит там мало мобильные тоже самое все это можно сделать и так далее но действительно ну вот говорю-ка как есть соответственно вот надо тоже есть парковка спокойно припарковались заплатили 100 рублей один час если например вдруг не заплатили да например то вам может прилететь штраф в 3000 рублей я бы сделал штраф 10 тысяч рублей и тем самым получается знаете самый еще составной почему я родителям рассматривал именно данные вот микрорайон именно то что здесь может пешком ходить и одно удовольствие там не за этом рыбачить можно там пойти на тот же самый рынок с левой стороны здесь тоже там и стоматологии есть в общем есть все что вашей душе угодно ну давайте теперь немножко возьмем и проедемся немножко другое место здесь на звездный хороший классный отель не вот здесь мы сейчас с вами повернем здесь конечно повернуть из мира фантастики потому что здесь видите вместо есть как бы вроде как будет парковка бесплатный поэтому здесь не стесняется люди стоят на автобусной остановке плюс стоят вторым рядом ну как бы ну не без этого не без этого хотя везде знаки стоят стоят что остановка запрещена ну кого это когда дергает ну никого это не дергает потому что знаете как бы сречный район это такой интересный район это вроде как бы центр но не центр во всяком случае здесь у нас те же самые сотрудники гаи они здесь не перемещаются и не эвакуируют хотя еще раз повторюсь вот даже мы немножко там во второй линии от реки сочи посмотрите ну действительно здесь все очень круто да посмотрите какие деревья посмотрите сколько зелени посмотрите какие безопасные хорошие тротуары вот например я вот сейчас задумываюсь да вот хочу реально хочу чтобы мне надя взяла и сделал подарок и родила мне сына или дочку а лучшие сына и дочку я начинаю задумываться вот например если она родит думаю где удобно и комфортно гулять здесь кстати везде ровненько везде тротуары везде светофоры и действительно здесь круто гулять здесь также хорошо нас курсирует общественный транспорт и в целом здесь ну очень даже хорошо но когда я смотрел квартиру родителям я попадал на эти конченные дома пятиэтажные я серьезно не побоюсь сказать этого слова прямо реально конченные до дома где этот паркет весь гнилой где запах вот этот старости где в это все где-то там заходишь подъезд там это покрашены эти помните когда лестница и так далее и действительно это была задница я по-другому никак не могу сказать ну по-другому не назовешь и тот самый дом который квартиру мы смотрели это вот единственная такая отдушина во всем этом микрорайоне кто-то скажет а как же него блин ребят но него него до него да извиняюсь ну он как бы построен непонятно как там много вопросов опять же да если например мы с вами берем пробки так далее но здесь особо нет пробок плюс я верю в то что мэр города может как-нибудь посмотрит данный видеоролик и даст распоряжение тем же самым гаишникам чтобы они здесь навели порядок потому что мы с вами посмотрели парковок очень много в том числе например если вы здесь проживаете и переживаете за парковку а здесь если вы берете квартиру старом фонде у вас парковки не будет от слова совсем вы можете немножко сделать по-другому вы можете например своего железного коня оставлять на парковке которая находится у нас на торговом развлекательном центре море моли там парковка абсолютно бесплатная вот например про который дом говорил но он так вот полу квартире полу жп полу непонятно что поэтому его я например не рекомендую да и локация у него уже гораздо дальше от всего остального поэтому вот с левой стороны ну не знаю я туда не лезу там ни парковок нет нифига ничего нет то вот вы можете например спокойно взяли доехали вот до торгового извлекательного центра моремол и там есть открытый бесплатный паркинг придумал паркинг под видеонаблюдением где вы спокойно сможете комфортно не знаю разместить своего того же самого коня так так вот в этот микрорайон у нас был построен именно для того чтобы можно было обслуживать хлеб завод чтобы можно было обслуживать тот же самый молокозавод где был через речку и соответственно что можно было обслуживать в том числе и мясокомбинат кстати в этом месте частенько пахнет очень вкусно хлебом ну реально очень вкусно пахнет хлебом и самое интересное например для меня например вот что такое мясокомбинат например в Орске для меня мясокомбинат в Орске смотрите если мы направо повернули мы сразу попадаем на дублер коробного проспекта и едем в сторону Адлера если поворачиваем налево мы с вами попадаем не куда-либо а попадаем в сторону Дагомыса соответственно если мы вот здесь вот сейчас проехали и повернули направо то мы попадаем с вами в торговый центр Мари Мол может был в Мари Мол еще проехать немножко по-другому давайте через Мари Мол проедем тоже я вам кое-что покажу да конечно здесь тоже машины стоят как я не знаю там ну гаишники тоже посмотрите пожалуйста вот мои видео обзоры я понимаю если бы сейчас водители бы начали говорить Макс а куда ставить так мы с вами проехали очень много парковок да они стоят 100 рублей в час ну и что как бы если нет денег на 100 рублей в час на парковку берите на велосипеде катайтесь я серьезно говорю вы же мне такие советы даете да Макс катайся на велосипеде похудеешь и будешь красивый а так ты толстая тварь вы же мне такое пишете я могу такое сказать вот сейчас мы с вами переехали в Донскую да и я могу сказать что разница Заречный район и Донская тоже блин довольно таки прям сильная но если мы берем с вами старый фонд то проблемы как на Донской так такие проблемы как и на Макаренко такие проблемы как и например в Заречном районе будут одни и те же это тот самый контингент на те самые наркоманы алкаши которым квартиры достались бесплатно еще раз повторюсь здесь квартиру также они давались людям бесплатно если вдруг работали на хлеб заводе на мясокомбинате на молокозаводе как раз вот вот для всех этих людей были построены те самые квартиры теперь что касается почем квартиры здесь сдаются сдаются квартиры в Заречном районе дорого я вам говорю как есть прям реально дорого Заречный район я могу сказать смело хоть я топлю за за вокзальный район но он котируется лучше чем за вокзальный район однозначно потому что вот именно пешком можно где угодно пройти как угодно пройти и действительно за вокзальный район он будет уступать за вокзальный район реально лучше чем бытха тут даже разговоров не может быть за вокзальный район лучше чем Донская за вокзальный район лучше чем Макаренко тут даже и разговоров не может быть но если вдруг мы будем сравнивать например вы если вы стоите перед выбором купите например дома в пятиэтажке например да в эти в советской постройки стоите между выбором завокзального района и стоите между выбором заречного района, заречный район будет лучше, дороже и заречный район будет в приоритете. В заречном районе слишком много плюсов и я могу сказать, что вот именно этот заречный микрорайон это больше про не знаю, это больше про центр, потому что все равно завокзальный район как ни крутить, все равно немножко да и не центр встал спокойно на пешеходном переходе по барабану всем фиолетово здесь понимаете вот сейчас я общался с клиентом он мне позвонил спросил макс скажи честно какие вот ощутимые минусы города сочи ты видишь самые ощутимые минусы сочи это разгильдяйство на дорогах это отсутствие правил дорожным движением это отсутствие контроля со стороны гаишников вот самого негатив который у меня есть и претензии к сторону сочи это в первую очередь вот именно вот связано с водителями и больше меня бесит это гаишники которые позволяют да вот например вот у нас стоит машина грязная до ростовчанин молодец красавчик на пешеходном переходе поставил от нас камри то же самое ну вот вы не за это самим водителям не стыдно самое интересное вот самое вот что интересно и печально посмотрите мы с вами сейчас немножко себя поворачиваем и здесь целая куча бесплатных парковочных мест вот с левой стороны вот вы можете спокойно всегда оставить своего железного коня давайте вам все это покажу и все но проще поставить наверное пешеходном переходе во все почему проще потому что гаишникам по барабан на все это я например когда вот в этом районе что снимаю или еще что-нибудь я беру спокойно ставлю автомобиль вот здесь посмотрите да парковка она вся свободная она вся бесплатная ты берешь ставишь тот самый свой авто вот едет аж от против шерсти но ё-моё я поэтому не стал поворачивать также даже разметка даже нарисована куда можно ехать куда нельзя ехать но это бред же вот выезд на улицу чайковского здесь мы с вами поворачиваем не спокойно можем двигаться взяли например поставили здесь автомобиль здесь везде камеры поэтому если вдруг нечаянно кто-то там притрется или еще что-нибудь захочет просто уехать вы всегда сможете его найти жестоко люто наказать поиметь его и так смотрите здесь же не горы косогоры здесь ровненькая поверхность здесь хорошая безопасная пешеходная зона но можно пройтись на секундочку вот мы с вами через речку смотрим и это у нас улица конституции и соответственно здесь на что этот центр считается еще не за вокзалером все равно считается центр здесь везде эти через речку везде есть те самые переходы переходы как московские больные вены ну и здесь мы с вами выехали как раз то место если вы направо поехали вы можете оказаться на дублёре курортного проспекта дублер находится у нас повыше на старым уровнем ну и вот вот нас пионер увидите с левой стороны и вот вы видите сейчас ту самую зону вот чем это не центр до до центрального рынка не более пяти минут даже до центрального рынка даже тяжелее дойти например с вокзального района хоть и находишься из речку и в целом здесь прям все хорошо все прекрасно и доме которые я вам сейчас показывал давайте мы вот посмотрите да сколько свободных парковочных мест про дом который я вам говорил это вот вот этот дом нормальный хороший современный дом с высокими потолками и вот видите парадокс у нас получается видите центр да центр получается ну реально центр все парковки свободные ставь не хочу так вот администрации добейте вот еще где у нас скверт сделан добейте чтобы действительно сделать и навести порядок чтобы было как москве так вот есть конечно заречный район еще одна улица давайте мы сейчас тоже пораеним потому что например тот та часть заречного района мне не совсем нравится почему сейчас вы узнаете потому что везде где мы сейчас с вами проехали везде ровненькая поверхность везде все хорошо все прекрасно и все замечательно но не везде такое есть есть также наш часть заречного района там где есть нас те самые горки и пригорки и там конечно же уже та часть может спокойно конкурировать например за вокзальным районом Потому что в за вокзальном районе тоже есть горки при горке, и тоже не везде есть идеальная такая поверхность. Да, вот если вы берете ту часть, где остров мечты, то да, хорошо, вот девочка уснул за рулем. Бывает такое. Потому что здесь есть еще и места, которые ближе к Виноградной, и, соответственно, там мы можем наблюдать. Вот, кстати, если вдруг какой-то попасть в парк Ривьера, так просто проходите, и все. И до парка Ривьера будет дорога довольно-таки комфортная, я вам серьезно говорю. Прям реально комфортная будет дорога. Особо ничего у нас здесь не поменялось. 14-й регион, мужчина думает, что если он так стоит, то иначе ничего не рушает. Но рушает, он стоит сейчас на автобусной остановке. Здесь мы заезжать с вами не будем. Здесь действительно вот как бы старый фон, здесь есть определенная депрессуха. О, прям чуть не сбил, да? Красавчик, красавчик. Тоже один из минусов Сочи. Себя пешеход здесь не может чувствовать в безопасности. Даже если он переходит место в положенном месте, ну, извиняюсь, переходит у нас в положенном месте, да, то все равно есть вариант, что его можно какой-то такой на шестерочке, на семерочке расхерачить к Кедрине Фине и к ЖК Майским. Вот здесь, кстати, квартиры в старом фонде, они под сне примерно равносильные квартирам в старом фонде, именно в центре. Начиная от улицы Рос и заканчивая до улицы, не знаю там, улицы Горького. Тоже об этом нужно знать. Цветной бульвар у нас будет находиться с правой стороны. Здесь, кстати, тоже еще дом я забыл, еще дом, у них, конечно, довольно-таки неплохой, но там парковка отсутствует. Ну, немножко в этом отношении не очень хорошо. Ну, слушай, здесь так поворачивать нельзя. Где там знак, движение только прямо. Здесь у нас была парковка, здесь мы проехали с вами тот самый Армет, веселый мопед, и эта парковка у нас превратилась в апарт-отель. Скоро он будет в продаже, и здесь, на секундочку, цена будет, наверное, от 700 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, уже апартаменты с ремонтом, с техникой, с мебелью, переделанная парковка. Вот, в общем, знаю, кто это делал, скоро, ну, во всяком случае, вы узнаете самый первый. Но это будет не квартирник, это будут именно апартаменты. Поэтому, если вдруг кто-то захочет прямо жить в этой локации, блин, обращаемся. Сейчас мы с вами пройдем еще по одной части заречного района, и уже будем делать те или иные выводы. Ну, однозначно, заречный район, говорю, особенно, если кто-то из вас выбирает квартиру в старом фонде, потому что, если вам нужно будет что-то более-менее нормальное жилье, да, современное, то вам придется, выбирая между, так скажем, микрорайонами, вам придется все равно проголосовать за вокзальный район. Потому что в завокзальном районе есть у нас такие комплексы, как Огни Сочи, есть там, не знаю, Остров Мечты, Альпийский квартал, Аристократ, есть, ну, какой там еще у нас, Туапсинская, да, вот это 19. Вот здесь, если мы направо повернем, вот здесь тоже, в принципе, вроде бы кажется тот же самый, например, микрорайон заречный, но вы увидите, мы с вами уже едем по полосе препятствий, здесь нереально проехать, потому что здесь действительно нет возможности никак парковаться, и здесь, видите, уже начинается подъемчик в гору, 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 она не особо ценится, говорю как есть, потому что здесь уже от всего далеко, и от моря далеко, и так далее, и там вот добраться до некоторых жилых комплексов, это в горы, в горы, в горы, в горы, не буду. И вот здесь вот у нас обычно в старом фонде квартиры могут быть немножко подешевле, но не значит, что будет дешево, это говорит, что это тоже будет дорого, даже старый фонд будет реально дорого, но здесь вот эти улицы, здесь женщины принципиально не ходят по тротуару, просто там дело принципа, потому что здесь такой тротуар, что, наверное, проще и безопаснее идти по проезжей части. Вот эта часть, как бы она самая, так скажем, невкусная, это самая невкусная часть, которая есть в этом районе, хотя здесь рядышком, вот она, и детский садик есть, здесь рядышком есть все, так скажем, блага, что нужно, вот здесь всякие там, не знаю, там, дом-моды, конечно, есть здесь прям реально страшные конченые детские площадочки, само собой, разумеешься, ну, вот такая суровая правда жизни. Заметили, да, вот у нас вроде никто особо не хочет работать, да, из наших, рыжских, да, все у нас работают почему-то у нас иммигранты, так вот, все у нас топят, чтобы иммигранты там куда-то там делись, кто же тогда будет вам держать улицы в чистоте и порядке, а, ребят, кто будет, вот кто так рассуждает в комментариях. Здесь, конечно, тоже, вот эта часть, она тоже сильно уступает вот той локации, которую мы с вами смотрели. Сильно уступает, здесь, соответственно, тоже у нас бардак творится. Самое интересное, что здесь находится здание ФСБшников, вот прямо мы проехали, и сами же вот здесь половина этих машин, которые хороших, я просто сюда приезжал, когда там тут есть отдел по борьбе с экономическими преступлениями, в качестве свидетелей меня вызывали, и я смотрел, на чем приезжают эти самые сотрудники, и вот большинство сотрудников именно так вот и паркуются непонятно как. Здесь, кстати, вот если брать старый фонд, здесь немножко дешевле, чем, например, туда ближе к реке, потому что здесь мы сейчас реально уже находимся в небольшой отдаленности от центра, потому что мы сейчас находимся с вами ближе к району, который называется Новый Сочи. Новый Сочи у нас по правую сторону. Ну, тоже я могу сказать, что Новый Сочи, он тоже никогда в жизни не будет составлять конкуренцию ни за речному району, ни за вокзальному району, ну, потому что все здесь грустно и печально. И, да, здесь можно отметить всего лишь пару жилых комплексов, вот здесь мы с вами проезжаем, да, тот же самый жилой комплекс Ривьера, его и к Заречному району относятся, к Новому Сочи относятся, к Центру относятся, Ривьера, в принципе, неплохой жилой комплекс, я бы сказал, прям хороший, да, но все остальное, ну, мягко говоря, так, да, еще Виктория есть, еще там парочку старого фонда, ну, вот как бы так. Ну, и все, мы с вами потихонечку взяли и доехали до той самой интересной локации, до улицы, которая называется у нас Виноградная. И по правую сторону как раз у нас Заречный район, а это у нас район Новый Сочи. Вот, как бы вот такая вот небольшая экскурсия. Ладно, на этом с вами прощаюсь. Квартира стоит всего лишь 380 тысяч рублей за квадратный метр с ремонтом, с техникой и с мебелью. Дорого нет от слова совсем, вся сумма в договоре и все. Перед тем, как написать дорого, посмотрите, пожалуйста, да, те особенно, знаете, у меня много смотрят тех людей, которые себе купили всякую разную дичь и потом анализируют. Вот посмотрите, что вы себе купили по 400 тысяч рублей за квадратный метр, и посмотрите, что я вам показал по 380, понимаете? Вот, как бы так. На этом с вами прощаюсь, всем добра и пока.